Доехать до работы, а потом сложить в рюкзак или занести в офис. Фантастика или транспорт будущего? Вовсе нет. Это настоящая улица Южной столицы. Персональный электротранспорт в Краснодаре набирает популярность. Правда, пока его не приравняли даже к велосипеду, сейчас в Москве рассматривают этот вопрос на законодательном уровне. Обязать водителей скоростных электрогаджетов получать права категории М. Анна Овчинникова оценила возможности электрической мобильности. Он обгоняет пешеходов и проносится мимо машин в пропах. Менеджер Артем Коваленко каждое утро едет на работу на двухколесном электрическом аппарате. Полчаса и он уже в центре города. Правда, часть пути иногда решает проехать на общественном транспорте. Мини-сегвей берет в руки как сумку и ловит удивленные взгляды. У кого-то вызывает неподдельный интерес, удивление. Кто-то спрашивает, где такое можно купить, как на нем ездить. На электрогаджет Артем пересел с велосипеда. Говорит, есть объективные причины. На велосипеде в деловой одежде не очень удобно. Рубашка может умяться. Здесь я стою, у меня ничего не мнется. Я могу позволить себе ехать в туфлях. Инженер Павел Панарин ездит на работу на электромобиле. У его транспорта тоже много плюсов. Легко разгоняется, легко тормозит, совсем не шумит. Один километр в десять раз дешевле, чем на обычной бензиновой машине. А учитывая то, что я заряжаюсь только от солнца, я езжу вообще абсолютно бесплатно. У этой электромашины своя заправка. Инженер-энергетик построил ее рядом с работой. Сегодня эта зарядная солнечная станция единственная на юге страны. Солнечные батареи накапливают заряд в аккумуляторах. Здесь специальные аккумуляторы стоят в высокой емкости. И машина, управляя блоком зарядки, заряжает свои аккумуляторы. Заряд от двух до четырех часов. Электротранспорт внес изменения и в ресторанный бизнес. Ускорил скорость обслуживания. Официанты не ходят, разъезжают с подносами. За то же короткое время можно обслужить не два, а четыре стола. В ближайшем будущем в Краснодаре может появиться и электрокатер. Сейчас над ним работают инженеры-изобретатели, а вот до чемоданов технологии уже доехали.